Любовный хоровод Артура Шницлера в интерпретации алтайского режиссера называется «Животное». И не случайно. Персонажи в спектакле действуют, следуя низшим инстинктам. В конце 19 века на родине произведения, в Австрии, его признали слишком откровенным. Пьеса вызвала скандал в обществе, долгое время ее считали непристойной и даже запрещали. Однако сейчас она живет в репертуаре театров по всему миру, в том числе в барнаульской любительской студии. В своей версии хоровода режиссер высмеивает тех, кто обесценивает высокое чувство. Любовь сходит на нет, ценность ее падает. Он это говорил со слезами на глазах, в рассказах, в новеллах. А это он уже высмеивает, это сарказм, юмор с болью в сердце. Нужно ценить любовь. И любовь ценить настоящую, не вот ту, что мы сейчас показывали, а настоящую любовь. Ценить взаимоотношения с людьми. Здесь 10 любовных дуэтов. 5 женских персонажей и 5 мужских. Истории каждого героя, мягко говоря, тесно переплетаются друг с другом. Круг похождения действующих лиц, от женщины легкого поведения до графа, логично замыкается. Поэтому пьеса и называется «Любовный хоровод». Самое интересное, что все роли исполнили женщины. В трупе любителей нет парней. Сначала мы вообще не знали, как это будет. И очень боялись, что будет пошло. И даже там было желание отказаться. Может быть, как-то меня, может быть, увидят мои дети со сцены или друзья, что они посмотрят. Но я думаю, что получилось совершенно не пошло, а весело и смешно. Как и была задумка у нас, у режиссера, высмеять пороки, чтобы люди посмотрели и посмеялись над собой. Потому что театр – это зеркало. Этот спектакль и еще семь других, также с актерами-любителями, участвуют в фестивале «Рождение замыслов», который проходит под патронатом Алтайского отделения Союза театральных деятелей России. Кстати, проект входит в число победителей конкурса на получение грантов губернатора Алтайского края в сфере культуры. Любой театральный коллектив принимает участие. Он подает заявку в Союз театральных деятелей. Мало того, он получает стипендию, субсидии идет из центрального аппарата. На эти деньги приобретаются костюмы, делаются декорации. Жюри определят лучший спектакль, лучшую женскую роль и мужскую. Лучшее музыкальное оформление и пространственное решение. Артисты любительских театров получат дипломы и денежные премии. Анна Москаленко, Денис Кузьменко. Новости.